коты вот эти ходящие да мне кажется что надо пашу где-то визуализировать то есть сделать его в общем наконец-то мемом мне кажется хороший хороший способ начать подкаст мы решили сделать пашу пасенкова мемом вот он теперь руках у ленина циферова поэтому всем привет это легенда 017 меня зовут станислав франкевич это юрий марин евгений дубовик ленин циферов друзья половина регулярного сезона позади все мы уже приблизились к экватору а учитывая что неделю нас теперь 17 нет их 18 получается получается ровно ровно прошли мы середину и с каждым днем регулярного сезона становится все меньше и меньше не успеваешь даже отдохнуть но теперь есть люди которые будут отдыхать это джош макдэниелс специалист которого мы неоднократно вспоминали в этом сезоне нашем подкасте обсуждали с любовью у некоторых из нас есть особое отношение с этим человеком находились в одном дивизионе с ним вот теперь мы вынуждены сказать ему прощай и мы можем позвать его в подкаст можем теперь он совершенно свободен джош ты пьяный ковбой или как там было в оригинале ладно не ты маккарте у нас ковбой но ты уже не очень классно уже шутки не очень понимает но там не любит на тему не надо шутить и так далее да он вообще на самом деле я видел несколько интервью вот мне кажется гэн по сравнению с ним вообще нормальный шутник просто все все шарит вот а макдэниелс какой-то очень кринжовый но он серьезно подходит к делу не то что некоторые ну раз он кринжовый нам нужен такой персонаж у нас точно подойдет да потому что пошел вакансия освободилась члене он не ушел вот у тебя на руках и потому что все придется на подкаст мы должны сказать его привет майк алло алло и все и так макдэниелс был уволен еще раз по погоду в маэме и все равно он проведет у нас подкасте таким образом больше времени чем в индианаполис колдс так майка перепутали мне кажется с с джошем да кстати это одна из лучших вещей в увольнении да что просто уже не надо держать в уме есть макдэниел и все и больше ни с кем его не перепутаешь представляете майами когда назначали главного тренера они тоже сначала такие вот джош макдэниел здесь погодите здесь ошибка это не он а потом выяснилось что и слава богу ну что будем мы скучать по гражданину макдэниелсу да вообще не будем мне кажется нет они на самом какие-то вот ему нужно было теннессе тайтенс возглавить мне кажется они бы нашли друг друга в этом смысле другого чувака из дюйминга забрали раньше вот они перепутали вечно вечно с ним какая-то путаница то не того чувака забирают то в фамилии две одинаковые лиги ох уж эти попытки построить патриас на новом месте уже и патриас на старом месте развалились и на новом не прижились вот вот и еще один уходит вечность но что у него две с половиной попытки были быть и главным тренером мы уже по-моему обсуждали можно ли дать третью вот или обратно к беричику в этот штаб сбитых летчиков патриша есть мне кажется можно беречь скоро соберет вот это вот не знаю попури и всех кого натослал куда-то и потом все домой мушкетеры 30 лет спустя обнимемся и затонем вместе просто затонят их же и выгонят все вместе из разряда я же вас всех три года собирал в одной команде то есть он таким беричик соберет их и такой я собрал вас здесь чтобы ответили за все свои прегрешения 12 негритят вот это вот да да мы же могли выиграть эти 17-0 перфектизм или 19-0 сделать зачем зачем вы это типа это месть которая тянется да 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 потому что это не заживающая травма и мне кажется он должен всех собрать и наказать основательно ну то что мы сказали ему прощает одна из самых ласковых фраз которые он слышал за последнее время как мы выяснили недавно fox sports рассказал о том что игроки не выдержали и на командном собрании вы сказали все все что они думают о макдэниелс и я таких исторически говорят давно не помню чтобы настолько как бы у всех накипело вот и прямо от капитана к капитану как было написано от игрока к игроку они брали слово и говорили джош ты не хороший человек ты ковбой джош свободен вот да а потом еще и помощник вот эта формулировка о том что а в конце встречи за джоша макдэниелса говорил антонио пирс то есть макдэниелс видимо уже даже не мог говорить после этого и антонио пирс ребята давайте соберемся как вот помните как джайнс обыграли патриот когда они были андердогами вот и макдэниелс такой ну и ты брус тоже мне в спину я же тогда тренировал этих самых патриотс вот в общем вот так вот все грустно получилось первая ставка между на самом деле по моему официально обсуждали да делали ставки на то кто будет уволен первым по ходу сезона вот не уверен что джош там был первым надо будет переслушать не но мы его обсуждали точно но он всегда упирался в историю какого-то аномального доверия к нему со стороны владельцев в нфл но типа этого человека не уволят потому что есть какая-то причина почему он все еще тренер типа он знает что-то что не позволяет его уволить и позволяет его постоянно нанимать то есть этим это какой-то компромат который как-то самовосполняется или что не знаю что с ним происходит но логичное же увольнение на самом-то деле ну если потерял раздевалку да то есть мы причем тоже вот мы говорили даже не про результаты результат у рейдерс более-менее 4-5 они по-моему идут что-то такое тоже после ну окей 3-5 ну жить можно жить можно вот а вот то что ты потерял раздевалку настолько крепко это конечно караул вот и марк дэвис интересный владелец тем что он уже второй раз нанимает человека знаете какого специалиста с таким профилем типа ну это на века мы берем тренера потому что сколько он ждал грудина сколько мы ждали этой саги что он вернется десятилетний контракт и мы выдали все свободе ну правда из-за скандала но тем не менее теперь макдэнилс то же самое с большим профилем все ждали кого ну мне кажется в каком-то смысле на века потому что платить он будет довольно долго и за одно из за другое как вы думаете а сага уже с грудным улеглась его могут обратно теперь взять куда рейдерс рейдерс фэллоуин выпуск хочешь его взять ну я надеюсь что марк дэвис ему письмом приглашение отправят да да возвращайтесь так ну ладно убираем букву с был у нас макдэнилс остался только макдэнил и вот его то майами на самом деле тоже честно говоря такой обломчик небольшой составили даже не конкретно этой неделе а вообще то есть как бы мы говорили о долфинс как контендер команда которая может 70 очков некоторым забросить и вдруг получается так что против команд с положительным балансом побед и поражений долфинс идут 0-3 в этом сезоне и выглядит как просто команда которая может обыгрывать середняков и аутсайдеров ну вот и все это нападение крутое в матчах против сильных команд куда-то пропадает вот такой вот облом в отношении сильных команд очень мало поэтому майами идет 6-3 по сезону у них особо нет проблем они пользуются слабостью лиги ах они негодяи взломали нашли уязвимость ну в их пользу играет то что дивизион востока фк там сейчас не прослеживается прям крутые контендеры причем вы помните перед сезоном биллс долфинс и джетс казалось они сейчас будут там на троих разваливать и вдруг кто его знает друг другу ну они на троих факт впервые за всю историю нфл на этой неделе весь востока фк проиграл еще ни разу не было такого чтобы все команды с востока фк проигрывали за один тур при этом понятно что раньше там в двадцатом веке часто была такая ситуация когда в этом дивизионе было пять команд вот им сложнее было всем проиграть но тем не менее и учитывая сколько патриус побеждали все это время да понятно что как минимум одна победа у них всегда была в кармане у этого дивизиона но теперь вот времена прошли и востока фк уже не тот официально прекрасно это маленький востока фк не проигрывал полностью или прям большой который был с пятью командами все вот все весь востока фк который ни разу не было такого чтобы они все команды сразу поиграли вот только сейчас они просто довольно часто между собой играют и автоматически однако какая нибудь выигрывает видимо ну кстати а какова вообще вероятность того что они на каждую ну на неделю все играют против других команд не всегда такое бывает редко это немножко подмывает 50 в 50 процентах случаев ну то есть в общем кажется результат очень существенно да но поскольку дивизионные команды часто друг другом играют выборка на общем не такая большая не такое большое количество матчей все-таки в сезоне можно открывать рубрику это разрушители статистических мифов когда что-нибудь и говорят такой ого никогда ну а честно говоря давайте давайте так и команды вышедшие в супербол ни разу не проигрывали вместе в супербол ни разу за всю историю нфл даже с двадцатых вот так хорошо но еще один облом тура к вопросу о командах которые должны были но не смогли от сиэтл сиэтл участник прошлогоднего плей-офф вышел на матч против балтимора и проиграл в тридцать четыре очка три тридцать семь итоговый счет совсем кто не показался на поле и вот блин вот эти вот матчи когда ну не то чтобы контендеры но сильные команды в своих конференциях вдруг ничего не могут показать да и нас получается откровенно я решил эту информацию говорить с музыкой на данном плане вот но недолго эти такие матчи расстраиваются крайне говоря почему ну хочется афишу хочется борьбы так мне кажется это как раз показывает что там вот этих вот тиров в нфл гораздо больше то есть не то что есть аутсайдеры середняки и какие-то там контендеры а что среди вот этих вот выше среднего класса на самом деле команд классов команд гораздо больше ну и видимо майами и сиэтл тоже вот примерно где-то там оказались поэтому мне в общем в этом ничего удивительного нет мне кажется ну так показалось удивительным как сильно сдулся джина смит он реально смотрелся как джина смит которого мы знали до прихода и любили ну возможно вы не поняли но вы рады просто он смотрелся как джина смит против защиты балтимора которые смотрятся как просто люди с которыми не хотелось бы встретиться в одном месте пространстве в общем нам нужно этот открывать как называется то сайт проект нашего подкаста вот у нас подкаст про самые плохие команды можно еще про недостаточно хорошие куда бы вошли майами куда бы вошел сиэтл видимо да если в нфл много тиров и подкастов много тиров на каждый тир свой под свой подкаст легенда 79 ведущий джев фишер да можем хороший набрать представляющий подкаст джош макдэниелс джев фишер вот я его послал с большим удовольствием как начало кота бразильского сериала джош макдэниелс джев фишер в сериале недостаточно хороши а почему почему вот ну только сиэтл вот про афк восток поговорили а вот их антиподы нфк запад по моему тоже довольно если бы не байвик сан-франциско тоже вполне себе историческое достижение было когда весь дивизион набрал шесть очков тоже можешь говорить что даже сан-франциско даже сан-франциско даже испугались выйти просто на этой неделе и не стали вот такие разные дивизионы но такие одинаковые кое-где это нагрузку к статистике как про которую за считал то есть она иногда они играют друг с другом а иногда еще никогда в истории запада нфк команда не набирали 6 очков мада на боевике не выигрывал но и не проигрывал не проигрывал не набирала 6 очков на боевике и 5 тоже не набирала практически до с коригами на боевике я кстати увидел тут хорошую тему которая называется да у ногами это это все еще по-английски там смысл в том чтобы считать какие каких вариантов не было типа 1 и 32 1 и 33 да каких еще не было на самом деле совсем немножко не было как-нибудь сделаю по стенде ну рейдерс давно играют или там бэнглс мне очень нравится когда открываешь какие-нибудь хайлайты прошлых лет и там розыгрыш 3 и 48 и видишь не знаю джо-маркуса рассела это такой нормальный порядке это так можно делать когда в медден играешь в обычный и пошел чай наливать и забыл на паузу поставить ты возвращаешься и у тебя этих 10 как называется задержки игры и ты просто был чужой зачетки теперь свои стоишь и думаешь что делать и вот там получается такой второй 50 так хорошо переходим к обсуждению худших команд давайте начнем с команды давно давненько мы не обсуждали у нас уже не может быть легенды 017 на этой неделе у нас есть легенда 027 именно с таким счетом аризона проиграла если бы аризона играла в бейсбол то как тебе лёня автотюн на позиции кутербэка ну что сказать не то чтобы было много надежд но хотелось бы к счету получше кстати поскольку это было одно из там самых худших один из самых худших дебютов в истории ну вообще для кутербэка который давай так еще еще никогда в истории рюзна кардиналс не было такого плохого дебюта вот я хотел как раз про это сказать потому что был потому что аризона это не ладно кстати да это действительно худший старт в истории кардиналс но но аризона это просто исторически плохое место для того чтобы начинать свою карьеру потому что количество кутербэков которые выдали худший старт там на уровне типа там сто ярдов и четыре перехвата их хватает и они как раз вышли вышли тексты после этой игры как раз про то что 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 тюн конечно выдал худший старт но не сильно выбивается из общего из общего такой но погоди у колера мюррей был очень хороший дебют ну у колера нет было у тех у кого хорошее но и тех у кого были плохие кого он еще помню мэтт лайнер был раз да больше себе а вот там и пламер и еще по постарше люди вот они конечно там выдавали только что прошла рубрика каких кутербэков аризона мы помним она заняла 10 секунд ага дальше этих было много вот так что ну чего могу сказать просто ждем следующую неделю много говорили про то что под кливлендский поезд бросать мюррей не хотят вот что кливленд это в господи мы дожили до ситуации у нас кливлендский поезд в лиге представляете кливленд вот баскартные вагоны мы говорим про джетс весь этот сезон про то что типа какая хорошая защита нападение не тащит кливленд вообще ничем не отличается в этом плане точно также очень хорошая защита прекрасная защита и нападение не тянет но вот в этот раз затянуло хотя не без всяких там отскоков каких-то дурацких сумасшедших и это же очень даже не не везет да мне просто вспомнился по моему это был тоже дебют наш дорогой любимые но ты не эль но не хэкет питерман пятью перехватами по моему это да это очень сложно мне кажется сколько-нибудь перебросить поэтому лень мне кажется ну слабенько есть еще куда можно брать количество можно брать к аризона количеством берет стабильно плохо начинают ну ладно да да питерман забав возможности да не начинайте карьеру в аризоне приходите уже нормальными игроками принципе можем набрать всяких признаков по которым у вас в на фол точно не сложится например у вас зовут джош да джош розен кстати говоря квоттербэк аризона мы вспомнили еще доктор аризона эксперты у него по моему прямо худшего старта не было как раз то есть старт был нормально но был джош фриман нормально зон был не очень нет и был еще недавно совсем квоттербэк аризона че имя начинается на джош но о нем поговорим попозже в самой последней рубрике кайлера мюрре ждем воскресенье под какой поезд мы его бросим в итоге в воскресенье под атлантский джорджийский поезд но это как паровозик томас который из одного вагона такой чатаного чучу это тележка которая как она называется правильно дрезина вот дрезина по моему самое лучшее название для атланта пелконс причем что с риддером что с хайники хорошо тогда давайте дальше у нас есть еще команда нью-йорк джайенс удивило не только не столько поражение джайенс на этой неделе вот сколько вот это вот усиление эффекта менеджерского решения подписать огромный контракт с дэниевом джонсом и такое большое потому что дэниел джонс выбыл на этой неделе до конца сезона что я продолжаю наставить на том что это не небольшой контракт на самом деле там всего 95 миллионов гарантированно это всего четыре года его реально ну как бы сейчас джайенс так как говорят но все мы идем за калибом нормально это можно вот оно позитивное мышление учил этому весь год вот пошли плоды да да ну тем более когда не объявлять поход за калибом кроме как после трех поражений южной калифорнии в этом сезоне и вылета из топ-25 рейтинга я рад что тоже следишь за настоящим футболом станислав по лайт скорую пока только но ничего нет с калибом все нормально там в общем не он виноват в этом всем деле он был он зажигает позитивное мышление просто во всех с каким удовольствием юра свалил с тема джайенс не мне да да слушайте обсудим южную калифорнию как у них плохо вот да тоже проигрывает вообще не могу не там смешно было мне очень понравилось это вот попадание фонетическое что координатора защиты на которую повесили всех собак и уволили у него фамилия гринч и они получается гринч который украл настоящее рождество южной калифорнии он украл хэллоуин да ну как бы них рождество теперь тоже окажется совершенно без беспонтовая без футбольная скорее всего и насколько помню тара тейлор еще в резерве для травмированных и поэтому вы теперь обречены на вивита на какое-то время в виду плюс еще нужно кого-то взять потому что это тоже долго можешь не протянуть такой-то линии нападения ребят ну рецепт на этой неделе ясный обменивайте джоша добса и все и все будет хорошо во во никакого джоша добсова но но сейчас елая мэннинга воскресят из завершивших карьеру и окажется что он неплохо смотрится на фоне это будет самое короткое воскрешение за всю историю человечества еще и как что никогда не воскрешал человек не воскрешался на такой короткий срок да поставь за вашу линию нападения он тут же умрет обратно я напоминаю что у него рекорд по моему по количеству выходов старт нет из-за джина смита да еще никогда джайонс не были так близки карсону венсу кстати да а по-моему скидки уже подписали тренировочный состав что ли кто джайонс ты сейчас серьезно да джбреки ньюс должны быть ты что да подожди ну было 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 такое может быть это я в модели сделал конечно я слежу за твои похожи не в мэндоне чуть поменьше чем за студенческим футболом но обещаю мне кажется я знаешь это был какой-то была шутка в твиттере я на нее появился скорее всего так потому что это очень реалистичная шутка но в целом то да я поэтому думаю ну логично как опытному новостнику информационщику конечно стыдно а вообще не стыдно нет я к тому что это же часто кейс когда подписывают того кто у тебя либо по дивизиону то есть тебя тренер тренера просто хорошо знают либо он географически рядом поэтому этот пятачок нью-йорк босс там вот часто люди туда сюда ходят потому что ты звонишь там дрезина ходит между городами по улицам нью-йорка ходил какой-то бомж он в нем узнал карсона венца и немедленно подписал да может быть и команда вообще не удивлюсь увидеть карсона венца в нью-йорк джайан да я не удивлюсь даже если петро заводский его увижу по моему карсон венц способен вообще на все абсолютно так но раз джайанс у нас наметились на первый номер драфта и кейлибо уильямса как насчет тех кто уже это сделал кто уже выбрал себе кутербека под первым номером и возможно сожалеет об этом на этой неделе особенно был хорошо заметен контраст между кутербеками выбранным под номером 1 и номер 2 потому что си джей страут которого нам совершенно не незачем здесь обсуждать установил рекорд для кутербеков новичков по пасовым ярдом перебив самого эндрю лака 470 по моему он набрал в игре с тампой и бросил 5 пасовых тачдаунов без перехватов и последний вообще клачевая минута оставалась прошел все поле все занес и в то же время брайс янг бросил 2 пикси 2 пикси и подарил хороший вечер единственную кому это кларку по моему так фамилия корнербека их соперников в том матче можно ли говорить уже что каролины пэнтерс ошиблась на драфте нет ну то что ну туа тоже первый сезон выглядел не очень хорошо но уделено только в том что братьян выглядит не очень хорошо может потому что страус выглядит классно то же самое мы видели в первом матче помнишь когда выбирали марка мариотто и джеймиса винстона они по-моему в первом же матче играли между собой и мариотто тогда в общем убытственно разбил конечно так вы на длинной дистанции когда чтобы не очень но тогда в мариотто казалось что типа всех переиграл тоже история которая в моменте казалось один баст потом второй баст но как бы с ними не очень они же такие американские горки до сих пор не знаю как оценивать их карьер это по большому счету ну просто рано вот когда карьера закончится тогда уже наверное можно с уверенностью говорить пока конечно а так господи даже сам эндрю лак рг-3 по моему первый сезон проигрывал по ну по крайней мере по яркой по яркости до перформанса но потом просто дал колено за то что лучше лучшего новичка взять тогда мне кажется он отдал практически все там все свое здоровье оказалось просто как и эндрю лак на самом деле просто на более длинные эндрю лак да да он такой блин надо отдавать потому что хана да этот этот меня обгонит выпускник был жестокие футбольные блоги просто спросили типа ты хочешь побыстрее закончить или мучиться и вот они выбрали каждое свое а более на все равно всех настигнет судя по всем ну то есть пока не жалеем карли не жалеет пока своем выборе тоже она сама какая-то вся непонятная поэтому я бы я бы мне кажется им хорошо янг подходит органично я искренне считаю что не очень корректный выбор главного тренера потому что на уральх он действительно у него имидж такого хорошего парня который кажется все таки не тянет на полноценного главного тренера на фон то есть всем нравится но вот как-то хорошая команда него не получается на мысли да тем обиднее наверное могло прочитать эту информацию о том что страут перебил рекорд именно лака первый единственный успешный сезон у райка был по как раз таки с лаком а потом все сразу пошло не так и дальше были всякие мэтт и райаны филиппы риверсы и так далее кстати видели видос забавный с мэттом райаном где он стоит в костюмчике работает как аналитиком и друг сзади подбирается или джордан кэмерон до разные люди помнишь вот еще кого-то из них нужно уволить чтобы не путаться делает 34 сек за карьеру на мэтте райане еще никогда в истории нфм между прочим это сейчас это правда ни один защитник не делал столько секов на одном кутербайке как м джордан на мэтте райана и даже после того как у райан закончил играть в один вечер мэтт райан не вел репортаж на этой неделе мэтта райана это довольно бурная телекарьера все ли с ним какие-то истории не знаем как как он комментирует чё он там вообще говорит а вот какие какая-то дичь которая происходит там вокруг и уже постоянно там говорят типа вот смотрите раненбек номер двадцать восемь против него затеклил там дилайнер номер три это вот постоянные шутки на тему мэтта райана ну в общем тоже зовем в подкаст его двадцать восьмой раз зовем мэтта райана в подкаст мы втроем втроем да непонятно зачем мы поэтому дорогие слушатели если вы когда-нибудь увидите вот всех этих людей в одном подкасте знаете что то мы их собрали просто мы там не нужны уже да точно а если мэтт райан придет к нам то мы просто сами не придем будете есть одиноки в зуме пока не придет туда камни джордан так мы обсуждаем худшие команды я бы еще хотел немножко уделить внимание худшим пол команде лучший пол команде лучшим пол командам короче джетс каждый матч смотреть джетс это какое-то такое мучение я не знаю когда ты смотришь просто плохую команду ты в принципе знаешь чего ждать то есть если я включаю игру рейдерс человек не делал никогда то более-менее я такой ну да сейчас будет вот как бы вот такое а когда ты включаешь джетс будет ну такое ну то есть как бы вот она защита на чемпионская на готова она вообще классно надела из херберта вообще непонятно кого и потом выходит нападение джетс и это просто какая-то тоска смертная там обидно в этой ситуации что ее же почти нереально сохранить будут до следующего сезона у всех будет ощущение что вот сейчас роджерс возвращается будет классное нападение классная защита он вернется а защита рассыпется вот этот момент это прям гарантированно произойдет причем да даже дело не в том что там контракты не контракты просто статистически очень редко такое бывает чтобы защита уступала на элитном уровне два сезона подряд то есть обязательно кого-нибудь что-нибудь заболит кто не травмируется там просто перестанет играть там контракты опять нужно будет подписывать перестанут быть контрактные годы гардинатора заберется и так далее надо выпускать роджерса в защиту просто джетс все нормально это ламар уже рвется там защиту он тут сборовки говорил что выпусти меня на блиц все таки ага контракте для этого дали чтобы на блиц рвался на бис а не на блиц алло а роджерс все блин вот это знаешь он каждую неделю выходит ролик о том как он перед матчем джетс разминается бросает мячи все дальше и дальше уже на 50 ярдов бросает скоро скоро но тут еще такая же история что там же в принципе нападение некомпетентно окей есть прекрасный зак уилсон но там же и линия такая и выноса в общем толком нет но она да 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 не но брис холл неплохо таскает просто у него может быть не лучший выносной блок это да да ну мне кажется там с линии да и за счет этой линии вот роджерс подлянув каком-то смысле заку вилсона подкинул с тем что он ну четыре розыгрыша до продержался и такой типа ну портил карьеру вилсон роджер да 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 я пошел то есть может быть если бы он вылетел на четвертой неделе после результата 04 и 28 принятых секов мы бы чуть по-другому тут оценивали успехи или не успехи зака а так у нас вот ощущение что во всем виноват вот этот вот кутербэк и и все я уточню жизнь для мэтта района что после 28 секов и трех фамблов вот поэтому удивительным образом конечно держится они за ну они я не знаю роберт сады наверное держится за уилсона и кажется что они просто продолбали этот момент вот не знаю как там сергей жара себя чувствует больше к сожалению болельщиков джесс не знаю но мне бы хотелось наверное каких-то более реактивных методов от реактивщиков потому что ну вот на какой неделе мы с вами поняли что зак вилсон это ну все ну как бы ну на минус третий наверное там ну когда ну то есть на второй неделе прошлого сезона где-то да 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 мы уже в принципе сказали что спасибо мы все поняли ну несите нового дайте дайте жизни этой команде нет у нас просто случалось видите зарение его когда он вдруг почему-то начинал хорошо играть у него полтора сезона полтора игры были между неплохо и хорошо где-то просто пьяный вышел да да но насколько то есть но это же все равно всплески не между выдающимся чем-то и там посредственным да это всплески между очень плохо и ну неплохо неплохо посредственно да вот где-то периодически пару раз выглядел как примерно как дэрек карр скажем так издали если смотрит женщина так зажмурится оборачиваться это дэвид карр кстати да слушай вот это хорошее определение кажется вы знаете в этом сезоне заклылся на смотрится ли как кто-то из карров иногда как джимми кар причем да 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 ну короче хотелось бы от них больше какого-то экшена в смысле нападения ну то есть просто куча наверное не будет давайте просто попробуем что-нибудь другое но к сожалению нет другие пробуют и у кого-то видите получается ну в общем да карсон вэнс ходил по нью-йорку в ожидании подписания джетс но теперь видимо подпишут джейнс главное что город не пришлось менять еще из худших команд вот интересно знаете что вот не очень хочется обсуждать нью-йорку патриот хотя они в этом списке и именно тот факт что патриот не хочется даже уже обсуждать списке худших команд это удивительно это удивительно потому что я игру как раз их смотрел а ты хочешь обсудить я хочу по челленджить этот этот тезис давай именно так они нормально смотрелись ну на это просто не очень сильная команда сейчас вот и все ну просто блин они они проиграли близко матча у них был шанс на победу но против вашингтона как вашингтона который отдал который отдал всю линию защиты и ладно не про то что это как бы более то есть как бы это не воспринимается как шок сенсация да а прошло сколько с окончания великой династии пару лет все и мы уже таки ну да как бы но это вот уровень патриотс проиграть вашингтону который танкует ничего страшного неудачно настолько неудачно танкует неудачно танкует потому что джайнс нужно проигрывать в шантону слушайте а кстати вот такой вопрос мы вот говорили по поводу того как как вам бы хотелось чтобы там или как бы нам хотелось чтобы джет себя вели чтобы вот эта защита она не как бы не пропала впустую да вот как бы вам хотелось чтобы вели себя патриот что они такого должны сделать чтобы интерес обсуждать патриот вновь вернулся подписать карстана венса можно на роль координатора нападения в принципе тоже детали смешно вот чем поднять интерес ну реально каким-то другим квотербэгом потому что мак джонс может не то что вы прям очень плохой но какой-то совершенно неинтересный вот я не знаю у меня как раз было ощущение что они мак джонс был ключевой причиной почему они проиграли мак джонс про про дэниел сыграл творить вообще великую дичь мне кажется надо просто остаться дождаться возвращения джоша и он поставить им игру джоша кутербэга поставить мака джонс кстати можно мака джонса просто переименовать до джоша джош джонс джош мак уже был и кого только не было в нфл были те кого не был так из дурацких эпизодов я на самом деле выцепил только один не знаю как то так сложилось это эпизод с участием джоша аллена еще одного джоша который на этой неделе сыграл как реальный джош вот в одном из эпизодов у чужой зачетки у зачетки бэнглс он побежал вперед сделал пам фейк до ложный замах обманул ким самым несчастного защитника по им сам продолжил движение и показал на него пальцем типа вот как я какой да какой классный кутербэк обманул защитника и забежал в тачдаун в зачетную зону как-то не знаю с одной стороны ничего страшного там нет юр ты как бы ну вообще вы все мне кажется знаете правила американского футбола лучше чем я юра особенно это интересует системы если этот в этот момент это была провокация ему дали таунтинг почему тачдаун защита ведь мы видели случаи когда игрок бежал как будто там махал здрасте здрасте и тачдаун не защитывался а ты знаешь как это подвиг артемия роголова называется из российского чемпионата и кто не в курсе они когда совершает таунтинг провоцирует соперник они на иногда останавливаются типа говорят подойди ко мне я сейчас а потом делают шаг зачетку типа сейчас я беру и заношу смысл в том что есть для игрок добровольно останавливается в этот момент то считается что все он закончил продвижение остановился и поэтому к этой точке уже налагать на нарушение просто мне кажется я видел эпизод где не было остановки но игрок до того как пересечь зачетную линию он там помахал кому-то на бровке возможно это был студенческий футбол поэтому как бы разница и кажется да тачдаун защитывается просто нарушение применяется после ну в любом случае как-то это все не знаю я в принципе за то чтобы нфл была веселой лиги но я что-то в этом жести не видел ничего веселого может потому что джо шарен по идее должен быть лидером да это показывать пример а не вести себя как какой-нибудь там капризный корнер бэк который вот их который трэштоком занимается постоянно каким-то а тут вот в этом эпизоде главное было бы было бы чего ты блин этого защитника в два раза в габаритах превосходишь и считаешься одним из элитных футербэк показывать ему что его на памфейке развел зачем непонятно не все же этим корнер бэком масло ошибся под кастом в смысле что здесь не должно бомбить от таких эпизодов 28 ярдов нас троих окей окей ладно хорошо значит особо только только у меня эту реакцию живую вызвало ничего страшного не знаю по-моему весело да ну и хрен с ним ну пусть и нет другое там где-то я ничего ничего плохого не вижу ну и ладно давайте навручать приз жамарку сарасова у меня кстати еще один момент есть давай про панд который попадает в табло вот как это лига оказалась не готова к таким хорошим я вот честно если они все вот там оба пантера не целились я очень разочарован странно если бы кто-то не попал значит плохие они хотели попасть в новости ну конечно мне кажется всегда когда эта груша там висит на любом стадионе встарь в сокере обязательно надо попасть если ты пантер обязательно надо попасть зачем вообще иначе это дело во-первых давайте уточним что речь идет рядом видео табло а не о чем-то лице куда попал пантер смита поэтому а во-вторых так это не особо новости потому что на стадионе AT&T в далласе раз в два сезона или в три пантер попадает в это самое видео табло он тоже довольно низко там висит вот поэтому такой рядовой эпизод ничего страшного перебили ну дурацкий ну немножечко перебили в табло ну ладно во франции но на AT&T они проектировали зачем это же чисто стадион под американский футбол он под фоточки а не под американский стадион ну да надо новые стадионы где вот этот круговое видео табло вот если бы в него попал пантер вот это было бы да то есть в общем недостаточное достижение пока еще ну ладно пусть строят как в краснодаре короче говоря бесценили просто да так хорошо приз за маркуса рассола я когда составлял кандидатов сначала я такой о ну я теперь узнаю что прошло пол сезона потому что фамилии конечно я не был готов к тому чтобы называть их когда-либо вообще ну давайте начнем с уилла левиса который после супер фееричного старта конечно получил свой welcome to the nfl moment потому что вторая игра у него откровенно не очень получилось без тачдауну с перехватик с перехватиком но и соперника правда у него была защита стиллерс а кстати в этом вы отметили да в этом году у нас сразу несколько команд у которых типа защита ну прямо на две головы выше нападение это стиллерс это браунс и это джетс это еще балтимор может быть да да все из афк не ну там хотя бы ну балтимор живое нападение но не не тащит команду назад на остальных тащит плейтен тюн я смотрю на выражение лица леонида принятие я в нем вижу хорошо брэд риппен это дублер рэмс где закончились вообще это я считаю это как бы не составил это люди реально выходили на поле нфл на девятой неделе играли тайсон бейджент обмельчала лига да вот когда смотришь футбол уже долго там вот мы там не знаю по 10-15 лет кто-то по двадцать пять-тридцать вот от тебя уходят знакомые имена с которыми ты вырос и приходят новые вот ты ты думаешь ты ходит брэд риппен недавно же да было тут уже тут уже дэвито тюн и риппен да и самое смешное что все эти ребята будут неплохо смотреться в юсфл и xfl а это одна лига тебе будет да ну вот мне просто забавно что каждый сезон у перед каждым сезоном никто не обращает на это внимание то есть все таки обсуждают только стартовых хотя к половине сезона вот получается вот у нас а как а как вот ну должно выглядеть обсуждение то есть как перед сезоном могло выглядеть обсуждение там брэда риппена нет да не надо я имею ввиду что все таки у них крутой стартовый кутербэк поэтому команда будет там то и там да хрен не узнает где она будет с брэдом риппеном на девятой неделе у кого джакоби баррисетт тот по крайней мере будет прикрыт тыл да да только вы используете для этого а так да или хотя бы джош до да ну хорошо немножко более знакомые имена джина смит о этого мы слышали да где так брайс янг и джастин херберт о нормально это нормально потому что у нас в прошлый раз дэвито взял да полом с кем-то пресс да есть шанс на прям второй титул теоретически у томми дэвито но я не уверен что он прям так что давайте в леве стюн риппен бейджин смит янг дэвито и херберт все такое вкусное кавычках давайте давайте дочь смита вот я предлагаю столько ожиданий его мы хотя бы знаем по какому принципу вы решили отдать ну а джастина херберта вы что не знаете такого не знаем честно такого я даже не видел никогда каким он был против джет ну разве это не момент сейчас или никогда да-да-да-да мака джонс это почему сюда не включил по сравнению с ними он еще более-менее как минимум по статистике суши но обличала лига конечно ну то есть вот этих даже жалко жалко даже как джо марку соим вручить этим ребятам джо маркус раз в принципе в этой компанией смотрелся бы хофером хофером в принципе приз будет переименован не я бы дал клейт клейтону тюну просто потому что еще никогда в истории зоны не было столько плохого дебюта 58 ярдов сколько там было 58 ярдов да 58 ярдов ребят но если в 28 и 3 фамбла тогда это было бы нормально а так это это был бы скучный четверг закалился но не надо в это в этом сезоне же уже было сколько-то минус там сколько-то ярдов в нью-йорке так что не так по-моему тюн хорошо выступил боже ну блин как бы фигуры мне хочется с одной стороны конечно защищать с другой стороны адвокат отказывается от клиента на пол дороги просто кого 58 ярдов шаг кто из них самый старший да я хотя бы по такому принципу ну давай так я состарился глядя на миг смит 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 конечно ну то есть ты просто хочешь более я хочу чтобы нос был какой-то логичный критерий смит играл против нифига себе защиты тут тоже беда а вот уже а аризоны просто нет нападения оказывает мы недавно выяснили что допс супер квалифицированный куатербэк недавно мы это выяснили давно я это вам говорил каждый раз в каждом выпуски супер квалифицированный и он единственный кто вообще хоть что-то в аризоне в нападении делал поэтому кажется что вот этот замечательный человек тюн не виноват да конечно не берем его не понравилось что у нас здесь в списке шесть белых а юра приложил джина смита сделать вот они европейские ценности вообще прям очень европейские набрать ян а так 6 но и не я сказал 8 всего а все вот стас манипулирует статистикой а лёня а лёня-то четко чует помнит про янга ты да я не продавайте янг тогда если не да меня я тоже за то чтобы пора уже янга номинировать мы не давали молодой юра сказал давайте выберем самого старого таки янг да и ку ему хорошо ну вот эта знакомая фамилия был кажется в сан-франциск такой кутербэк да и в теннессе тоже но так еще за тихо мне нравится давай не юр ты хотел критерий четкий у нас приз имени первого пика драфта джамарку сараксова пусть получает первый пик драфта то есть если первый пик драфта попал в номинацию он автоматом получается брэд рэпиан не первый пик драфта если он первый пик драфта то я что-то спал видимо ну хорошо ладно после бурных дискуссий белый дым мне кажется мы так долго не обсуждали самое что мы обсуждали правила и принцип в этот раз они а не личность то есть мы поднялись на уровень выше фамилии вообще просто кто эти люди и говорит выбираете конечно ну давайте еще пробежимся поскольку пол сезона прошло и на каждом спортивном портале про американский футбол сейчас выбирают промежуточных лучших плане индивидуальных наград у нас тоже конечно такое есть но только в обратную сторону это все знаете вот поэтому я предложу вам несколько кандидатур опять же если вы вдруг опять же там будет брэд рэпиан нет нет более знакомые люди итак offensive bust of the year оу я брайс янг да что ж такое то дальше следующая категория нет ладно тут не только люди которые были выбраны на драфте но и те которые там в межсезонье тоже могли например выбрали на драфте да 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 то есть как бы ну он должен был усилить сейнс я не уверен что арон роджерс есть он тоже должен был усилить он усилил госпиталь нью-йорка да вообще дэрек кар на джимми гарополу это был трейд веков ну трейд не трейд да просто ребята люди знали лучше чем мы они четко все поровну поделили дэвен кук одл бэкхэм аллен лазарт и джован тейлор который пришел канзас сити чипс это текл нападение если кто-то не узнал какой-то приз теклу на подожди а ты их по ком принципу потому что было много ожиданий а выхлопа никакого вообще мне кажется от кука не было никаких ожиданий он же наоборот таким приземлился туда типа ну дайте мне хоть какой-то контракт ну слушай ну это типа один из топовых храненбэков на да мы уже как бы видели уже если кто по храненбэк если ты приходишь в джетс от себя как он там тоже суши просто вот выбирать из таких потрясающих ребят конечно очень тяжело ты ты это еще сложнее чем приз джо маркуса вот так мы их вообще хотели 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 забыть большинство удела может быть не хотели бы забыть но вот всех остальных уже хотели забыть их зачем-то откопал отдал еще больной все-таки это тоже важный фактор антонио брон тоже больной это ничего не меняет на нашем восприятии он бы у нас выиграл если бы он перешел мне кажется ну да ну какую-нибудь награду каждый раз вручили ну а гарополу почему не хочешь а гаропола мало играл да тоже но это человек который похоронил карьеру макдэнилс у меня гаропола получит награду имени арена роджерса просто для тех кто мало играл дать карту закулся мне я бы вот линейному дал потому что надо какой-то приз дать линейный они никогда не отмечают дадать тейлору дали прикольно дать тейлор но не свист до отжавана вот тем более это будет просто красиво ну а раз вы не настаиваете на противоположных готовы поддержать лениву хорошо хорошо дефенсив bust of the year но у меня смотрели очень мало кандидатур фрэнк кларк потому что закон же забронко сыграл совсем чуть-чуть играл да вот именно вот именно все лет отходил в этот момент это вы полные выходные да сейджи гарднер джонсон который теперь уже зовут по-другому и мне кажется что он меняет фамилию кстати чтобы ему не дали награды просто чтобы он ускользнул и просто потому что мало кандидатур я сюда еще кикера сан-франциско решил вставить джейка муди наша премия творим что ну как бы да ну и вот это из блестящих 3 давай 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 тэйлор свифт дефенсив бастов дает просто не знаю ну все хороши стас все хороши я всем делим у троих но я хотя бы потому что бронкос ближе я конечно могу опять линейных поддержать куда-нибудь туда но слабенько на уже других так хорошо давайте тогда сейчас будет попроще мне кажется все таки худший ассистент тренера натаниэль хэкет мэтт канада мэтт канада и вэнс джозеф вот это класс это дремтин тренинский штаб неправда да и в принципе их можно всех назначить всех в одну команду можно то есть есть координатор защиты координатор нападения и главный тренер кто будет из них главным тренером давайте ему и присо дадим нет в целом канада мне кажется сейчас в тренде мы ему мало внимания уделяли но он в общем стабильно плохо при том что он хорошей команде это фишка другого подкаста поэтому поэтому мало про канаду говори заодно поддержим канадский футбол у которого скоро по моему кубок грея будет финальный матч вот и обсудим давайте канада хорошо а канада нормально худший главный тренер побольше конечно брендан стейли фрэнк райк джонатан гэнон мэтт и берфлуз шон пейтон и джош макданиэльс он мне кажется макданиэльс давай давайте давайте макданиэльс уже получил свое он уже не главный тренер по итогу сезона будет другое понимаешь как мы ему дадим приз если он не главный тренер что за дела мы ретроспективно вручаем за теннисскую деятельность с 1 сентября по 1 ноября он еще вмещается в этот список не вел деятельность у меня вопрос где будет будет сейчас подожди а лучше генеральный менеджер ладно хорошо ну я в целом не против джоша мне кажется джош много сделал первому как кого-то называл брендан стейли вот я все-таки вообще вообще хороший у вас дивизион тренерской мысли стейли давно уже конечно напрасно стейли хотя бы немножечко выиграл понимаешь там 4 4 да у него рекорд все-таки я бы хотел вот номинировать и берфлуса за попытки сделать из джастина филдса от эйтина бейджинга кого-то другого значит берфлуса он звучит как лекарство от гриппа и болезнь одновременно да вообще он звучал когда-нибудь ладно макдэниелс должен все-таки свой приз я за макдэниелса тоже отдаю дрожь мы с тобой ну опять же давайте так макдэниелс уже не сможет концу сезона улучшить свои позиции а остальные тренеры еще могут так что давайте мы хотя бы сейчас макдэниелс тогда отметим хорошо худший гейм-менеджер билл билетчик райн полз это чикаго скотт фитерер каролина и джо даглас нью-йорк джетс а почему даглас то за что его потому что он купил себе роджерс и не купил ничего больше и роджерс сломался тут же и показалось что у него теперь нет нифига ну и плюс они тащили на тоннеля хеккета ради роджерс они тащили лазардо и еще кучу людей ради роджерс и в итоге все это не сыграло да блин ну тут был бы ты на его месте ты бы что сделал мне кажется то же самое я бы да уволился дэрка кара бы взял какая разница он хотя бы здоровый был и после для подкаста хочется людей набрать я величек а я билл хочу да мне кажется билл заслужил ну то есть он как-то настолько беспомощно делать это все что даже поражаешься единодушные так твоя награда lvp наименее значимый наименее полезный игрок я очень много думал ну то есть как по идее это должен быть игрок который реально тащит всю команду назад но кроме заколоса на я никого не придумывается у меня есть у меня есть у меня есть у меня есть предложение как бы немножко более буквально если это я бы специально пошел посмотрел если это лист вэлиэбл плеер то есть который стоит меньше всех то из активных это томми девито 750 тысяч в год нет это мне кажется это как раз пропорция я ее по крайней мере так воспринимаю то есть человек стоит больше всех а приносит нет ну я же я же говорю это буквально абсолютно лист вэлиэбл это томми девито то есть наконец нашли человека который беднее чем брак партии есть но на самом деле есть еще брайс перкинс он на 8 не забывай что квартира в нью-йорке подороже будет снимать чем в сан-франциско не да не не конечно дороже так ты можешь не одно вообще не факт не факт не факт ты можешь в нью-йорке где-нибудь в окленде снять коробки господи тоже мне можешь так подказ о недвижимости в соединенных штатах так так что стас какие критерии какие критерии кого ты хочешь я же говорю человек который тащит всю команду назад десман ридер вот у меня еще такая кандидатура есть так но он не сравнится с вылсом вылсом действительно на такой ключевой позиции он прямо показывает класс но мы как-то дэшона вот сона обошли где дэшон вот сон я бы ему тоже не играл он сыграл меньше он нашел возможности выпутаться освобождение физкультуры да да и захватан конечно он балбес он не 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 чувствует как бы как выпутываются более опытные коллеги дэшонс когда у них не идет они такие ой-ой нога болит хорошо за много был в нашем подкасте ну кстати мне кажется да что нам нужно посчитать количество упоминаний в нашем подкасте какого-нибудь персонажа кого больше тот и тогда паша пасенков будет я думаю что боюсь что даже паша про это по нормальному джош пасенку слушайте а вот джордан лав например джордж ну что у него было первые две игры же там типа 3-0 3-0 тачдаун и перехвата и сейчас против против кого против чикаго какая разница большая разница у лава почетное упоминание в заставке да ладно давайте вручим урзаку уилсона и закончим на аутсайдерах которые смогли мы уже выходим там за тайминг но первых джош добс человек который теперь приятен сразу двум людям нашем подкасте не только леониду который на него глядел весь сезон и теперь еще и мне потому что перешел человек миннесота это конечно отдельная прикольная история могут бейкера мэйфилда славили за то что он приехал там и через несколько дней сыграл в прям же матч и тоже его выиграл да вот здесь ситуации по-моему еще меньше времени было удобства то есть буквально он там он впервые снэпа получал от центра прям на бровке уже во время игры первый раз чувствовал это вот промежность своего центра исходящее вступал в эти интимные отношения концепции все пассового нападения тоже впервые слышал там ну и в общем главный тренер эйден ой эйден говорю забыл кто ты главный тренер но главное чтоб не джош о кону а главное чтоб не джош говорил что это одна из самых впечатляющих вещей которые видел за карьеру как человек приехал тут с поезда не знаю никого по именам никогда еще человек без бровей не выиграл первый матч и кстати боечки миннесота уже устраивают флешмоб они себе брови о прикольно если миннесота выйдет в плей-офф в этом году то я может быть так так же сделаю прямо в прямом эфире подкаст я вспомнил что подкаст типа не приехал был да вот у меня было ощущение что когда импортные американские игроки приезжают там в отечественный футбол приезжают и просто им тоже в общем ничего не надо просто приходят делают разницу и побеждают удивительным образом мне кажется вот тут какая-то похожая ситуация просто но если от бейкера мейфилда мы это теоретически могли ожидать и это все-таки грэмс была команда да то тут в общем вайкинг хотя они и на стрики но все равно у них не так все хорошо по ходу этого сезона и тут допс ну действительно это вот тот самый который смог вообще великолепно кстати может тима тибу карьеру воскресим мы коперника все приглашаем приглашаем может быть тибу приедет у него-то репутация получше потому что такие люди уже тут вот каждую неделю придется закрыть второй да просто будет тибу приехал но и последний аутсайдер который смог это дарри агун бавали он продолжает эти фамилии пятый пятый или шестой раненбек хьюстон тексанс оказался востребован потому что кикер кейми фейерберн с этой фамилии у вас нет проблем да он сломался по ходу мальчик другое там имя там ленющее имя я его друг поэтому могу называть его покороче мы условились в общем сломался и вышел пробивать начальные удары гражданин агун бавали поскольку он сын нигерийских родителей и играл в сокер на протяжении всей школы там и университета вот оказалось что почем может прилично бить и даже исполнил фил гол четвертой четверти довольно важный потому что хьюстон победил в итоге в три очка и последним кто исполнял фил гол не будучи кикером или пантером был уэс уэлкер причем когда он еще играл за майами в 2004 году вот а тут вышел такой агун бавали поэтому него фэнтези очень смешная статистика типа ноль ярдов на выносе но ядов на приеме три очка итоговых почему никогда не узнаешь там даже нет такой возможности посмотреть что он фил гол забил вот так вот слушаем начисляет как бы не не профильные очки да так неважно какая то какая позиция номинальная важно что ты заработал очки каким-то образом каким ну то есть ресиверу дают пассовые тачдауны дают вот так так и совсем там неважно кому что указывается поэтому агун бавали большой молодец с чем мы его и поздравляем важно чтобы у тебя попадали любые мячи овальные или круглые это уже детали на этом на сегодня все для вас этот подкаст или юрий марин евгений дубовик леонид цифров я станислав франкевич подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии о том какого джоша любите больше всего вы все счастливо до следующей недели